Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную. Икона Божией Матери «Тучная гора» 400 лет назад хранилась в одном из тверских монастырей. Тверской горожанин Косма Волчанинов с помощниками проводил в храме обители ремонтные работы. Настоятель остался очень доволен их трудами и подарил Волчанинову икону Богородицы. На иконе Пресвятая Богородица изображена стоящей на полукруглом возвышении горе. На левой руке ее богомладенец с благословляющей десницей. В руке Богоматери небольшая гора, на которой видна церковь с куполами и крестами. Образ передавался из поколения в поколение. Но один из правнуков Космы, сочтя икону слишком ветхой, вынес ее на чердак. Тем временем в его семье чуть не случилась трагедия. Невестка решилась наложить на себя руки. Но на пути ей явился некий монах. «Куда ты, несчастная, идешь? Воротись назад, помолись Божьей Матери Тучной горе и будешь жить хорошо и покойно», — сказал он. «Взволнованная женщина рассказала все близким. Икону тотчас отыскали и поставили в доме на почетное место. Последний владелец передал икону Тверскому храму Смоленской иконы Божьей Матери. Он объяснил, место, на котором построена церковь, самое высокое в городе. На эту гору жители во время наводнений сносили свое имущество и здесь спасались сами. Пусть же Царица Небесная Тучная гора почивает своей благодатью на этой горе». В годы революции икона была утрачена, но сохранились списки со святыни, по молитвам к которым совершаются чудеса.